Василий Христофоров родился 12 марта 1972 года в Дзержинске Нижегородской области в довольно обеспеченной семье. Впоследствии в преступном мире за ним закрепилось прозвище Вася Воскрес, по информации разных источников, вероятно, оно было дано из-за фамилии. Некоторые также называли Нижегородца автоматчиком. По слухам, это имело место быть из-за двух лет, проведенных в стройбате. Однако так будущего авторитета называли лишь некоторые исключительно за спиной. По информации ИА Прайм Крым, первую в жизни уголовную статью Христофоров получил в 1989 году. Тогда его осудили на один год условно, сразу после этого он отправился в армию. Выйдя на дембель, мужчина попал в поле зрения правоохранителей. За нападение на водителя Волги его в 1993 году задержали за разбой. Позже выяснилось, что машина числилась за одним из предприятий, поэтому обвинения переквалифицировали на хищение общественной собственности в особо крупном размере. По решению суда Нижегородец получил шесть лет наказания и отправился в колонию. Сначала он оказался в ИК-4 в поселке Буреполом, далее вернулся отбывать срок в Дзержинск. Заканчивал свое заключение Христофоров в одной из колоний Татарстана. В начале 2000-х воскрес стал наращивать свой авторитет среди воров в законе. Уже в 30 лет такие значимые персоны в российском преступном мире, как дед Хасан, Шакро Курт считали его равным. Он стал приближенным дедушке и впоследствии получил право управлять воровским общаком. В 2003 году у ресторана «Гординия» на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде случилась криминальная разборка с участием воскреса с группировкой Саровского авторитета Александра Покровского. В процессе конфликта Нижегородец получил ранение и вскоре отправился в УАЭ. Только спустя два года его осудили за участие в той перестрелке. После освобождения вор в законе якобы перемещался по России, Ближнему Востоку и Западной Европе. Иногда силовики его задерживали, но все ограничивалось профилактическими беседами. Авторитету сообщили о неких документах, в которых якобы была информация о том, что на него могут возбудить уголовное дело. Речь шла о статье «Организация преступного сообщества». Отметим, что сам воскрес переговоры не вел, а доверил это своему представителю Станиславу Воротникову. После долгих и тяжелых споров о сумме за закрытие вопроса, которые вылились практически в шантаж, юрист Христофорова сообщил в полицию. В назначенную дату представитель вора в законе отправился на место встречи для совершения сделки. Сам экс-полицейский Шиповалов на ней также не присутствовал. Посредником выступил адвокат Вершинин. В апреле 2021 года в Москве после передачи денег все участники аферы были задержаны. Тогда же стало известно, что никаких документов, свидетельствующих о готовящемся уголовном преследовании в отношении воскреса, нет. За свои махинации Шиповалов был осужден на три года колонии общего режима. Что касается последней информации о самом Христофорове, по данным на 2021 год, Нижегородец, предварительно, проживал за границей.